Новости О том, что в Южно-Китайском море должен быть мир, сошлись во мнении КНР и Вьетнам. Подобные договоренности страны смогли достичь по результатам двусторонней встречи в ходе поездки в Ханой председателя КНР Си Цзиньпина. Через Южно-Китайское море идет практически третья часть потока грузов в мире, а шельф находящихся там островов имеет нефтяные залежи. На некоторые земли здесь, кроме КНР, патендует сегодня Вьетнам, Малайзия и прочие государства. Четыре года назад на Бали прошла беседа министров иностранных дел КНР и государства Сиан, где подписались под основными принципами Кодекса поведения в регионе. Они подразумевают отказ от использования силовых методов, передает tbntv.ru. Британский мониторинг провел исследование 300 тысяч европейских женщин на протяжении 10 лет. Ученых поразило наблюдение, что женщины, которые имели детей, вероятнее всего жили на 20% дольше по сравнению с бездетными дамами. Дальнейший анализ цифры показал, что матери с двумя или тремя детьми были менее склонны к смерти от раковых заболеваний. Специалисты заметили, что в этом играло свою роль и грудное вскармливание, так как такие девушки умирали на 8% реже по сравнению с теми, кто использует искусственные молочные смеси. Английские исследователи считают, что дуголетие может быть связано с гормональным изменением, которое происходит в организме женщины после рождения ребенка. Они, предположительно, улучшают здоровье сердца и снижают риск развития рака, передает tbntv.ru. В канун празднования 400-летия Киевской Духовной Академии в Успенском соборе была совершена божественная литургия с участием представителей поместных православных церквей. Представитель Патриарха Антиохийского и Всего Востока при Патриархе Московском и Всеруси митрополит Филиппольский Нифон возглавил службу. Митрополит отметил тесную связь с древнейшей Антиохийской Православной Церкви и Киевской Духовной Академии, в том числе тот факт, что среди ее выпускников был Патриарх Антиохийский Александр III, передает tbntv.ru. Радио «Вектор» поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 20 ноября в 1602 году родился Отто фон Гереки, немецкий физик-инженер, который изобрел воздушный насос, первый водяной барометр и первую электростатическую машину. В этот же день, в 1889 году, родился Эдвин Хаббл, американский астроном, открывший множественность галактик во Вселенной. До него полагали, что имеется только Млечный Путь. Сегодня свое 87-летие отмечает Алексей Баталов, легендарный народный киноактер, сыгравший главные роли в фильмах «Летят журавли» и «Москва слезам не верит». 20 ноября ООН отмечает День ребенка, Вьетнам – День учителя, а в России – День приемной семьи. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на канале YouTube, а также в популярных социальных сетях. У микрофона был Андрей Юлиан. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok